В ваших руках, может быть, как бы это пафосно не звучало, но действительно, будущее нашей страны. В смену приехала Евгения Валерьевна Мушковец, внучка героя Великой Отечественной войны, капитана Дмитрия Калинина. Его имя знает не только вся Анапа, но и вся страна. 1 мая 1943 года моряки-разведчики под командованием капитана Калинина вступили в неравный бой с превосходящими силами фашистов. Десантники дрались до последнего патрона. Дмитрий Калинин, раненый и окруженный фашистами, встал во весь рост, выдернул чеку из гранаты и подорвал себя вместе с врагами. Преклоняясь перед мужеством и офицерской честью Дмитрия Калинина, даже враги чтили его память. И приказали похоронить героя со всеми воинскими почестями и поставить на месте его гибели крест с надписью «Храбрый русский морской офицер Дмитрий Калинин» 1 мая 1943 года. С собой Евгения Валерьевна привезла письмо Дмитрия Калинина, которое написал жене и детям за полторы недели до гибели. Кроме обычных слов любви, заботы, он тут в том числе, допустим, пишет о том, что на основе его жизненного опыта артисткой по фамилии Риот была написана пьеса. И если она будет идти, то обязательно скажи своим детям, пишет жене, скажи своим детям, чтобы они знали об этом. Почтить память Героя Советского Союза сменовцы отправились к мемориалу Дмитрию Калинину. В этом году ему исполнилось бы 105 лет. 30 апреля пройдут масштабные мероприятия как дань памяти герою. Лично поприветствовать внучку Героя Советского Союза приехал мэр Анапы Сергей Сергеев. Он выразил слова благодарности за визит и за сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. Важно это и для подрастающего поколения. Такие встречи оставляют яркие впечатления. Мне сегодняшнее мероприятие очень понравилось и показалось действительно интересным и важным. В наше время, еще и в преддверии Великой Отечественной войны, очень часто вспоминают о ветеранах. И вот такое мероприятие, когда мы действительно можем услышать от, можно сказать, первых уст историю одного из таких великих людей. Историю Дмитрия Калини я узнала только сегодня и ранее я о нем вообще не слышала. Его подвиг меня очень поразил. И на самом деле у нас в стране очень много таких действительно великих людей, которые ради других способны жертвовать собой. Участнику смены «Моя дорожная карта» Алексею Титову из Волгограда есть что рассказать о своих прадедушках. Есть прадедушка, участник Сталинградской битвы. Он работал водителем не только в Сталинградской битве, но еще и ездил по Дороге жизни в Санкт-Петербурге. У него много орденов, наград. Он прошел аж до Польши. Для меня очень важно то, что по всей стране проводятся такие мероприятия, которые вызывают чувство патриотизма, чувство гордости за нашу страну. И любой подвиг, он достойно уважения и того, чтобы о нем знали. И здесь очень хорошо подошли к этому вопросу. Сменовца внучка героя пожелала хранить память о героях Великой Отечественной войны и быть такими же мужественными и любить свою родину. Пожелать, наверное, только верности своей истории, твердости духа, потому что это очень сложно сопротивляться какой-то неправде, очень сложно отстаивать свои идеалы. И вот этому надо учиться. Этому нас учат родители, этому учат и в таких, и в смене в том числе, и на примерах. И вот эти возложения, и какие-то там, вы знаете, даже небольшие обелиски вдоль дороги, это тоже наша память. И вот быть верными вот этой памяти, то есть вот это, наверное, самое главное, что нужно нашим ребятам. Потому что, как я уже сегодня говорила, вот будущее нашей страны в их руках.